Всем привет! Сегодня у нас в гостях Семен, Данил и Прохор с докладом на тему Efficient Intention в задачах нет. Прохор, наверное, ты начнешь, да? Да, спасибо, Влад. Да, собственно, нас уже представили, мы работаем в Сбербанке в команде IDP и немножко расскажем про эффективный attention в разрезе задачи извлечения миновных сущностей. Наш доклад состоит из трех основных частей. Сначала мы расскажем в целом обзор подходов, то есть почему ванил attention неэффективный и какие есть подходы к тому, чтобы сделать его более эффективным. И далее мы выбрали два из этих подходов, которые нам наиболее понравились в разрезе задачи NER. Это longformer и линейный трансформер. И мы уже о них расскажем более подробно, как они устроены, архитектура моделей и наши эксперименты на извлечение миновных сущностей с использованием этих моделей. Итак, начнем с того, что вспомним вообще про scale.productattention ванильный, как он устроен и в чем же там проблема. Пусть у нас есть матрица X размерностью N на F, где N – это длина последовательности, и F – это длина вектора фичей. И далее она домножается на матрицы весов WQ, WK и WV и получаются соответствующие матрицы представления Q, K и V. Далее attention вычисляется следующим образом. То есть, по факту, каждый выходной вектор из attention – это взвешенная сумма весов, взвешенная сумма векторов W, причем веса в этой сумме равняются, соответствуют похожести соответствующих векторов в матрицах Q и K. И здесь видно, что в Softmax у нас при перемножении матрицы Q и K возникает квадратная матрица размером N на N, где, напомню, N – длина последовательности. И становится понятно, что вот тут и возникают все проблемы. Это не очень хорошо, потому что тут возникает квадрат длины последовательности по памяти и по ресурсам, которые необходимы для расчетов. Соответственно, как мы знаем, во многих задачах длина последовательности очень важна. Это и задачи, и задачи NER, классической даже длины 512 не всегда хватает. То есть, хочется по длине 1024 или еще больше иметь последовательность. И также в других задачах, там, image processing или voice recognition, тоже требуются большие длины последовательности. И, соответственно, есть задача сократить, то есть улучшить эффективность и по затрачиваемым флопсам на расчет этой последовательности, и по памяти. То есть, например, для инференсов в проме или для обучения. Соответственно, за последние несколько лет было очень много публикаций на тему улучшения эффективности attention. То есть, начиная с 2018 года, мы видим, не очень удачный слайд вертикальный, но тем не менее, видим ряд публикаций, которые с разных сторон подходили к этой теме, улучшения эффективности attention. И можно все эти публикации разделить на несколько групп. То есть, самая большая такая группа, это когда мы используем фиксированные паттерны, то есть, используем не весь attention, а какую-то его часть, то есть, какой-то фиксированный паттерн, независимый от данных. Также есть подходы к обучаемым паттернам, которые уже зависят от данных, memory-паттерны, которые используют доступ, например, ко всей последовательности целиком, уменьшение ранга, кернелы и рекуррентные аналоги attention. То есть, если мы рассмотрим сначала публикации, которые касаются паттернов, независимых от данных, то это блок-вайс-трансформер, спарс-трансформер, лонгформер и бигберд. То есть, блок-вайс-трансформер использует блоки, да, соответственно, вместо того, чтобы использовать полный attention NAN, он использует локальный attention, то есть, внутри одного блока, да. Ну, подробнее тут надо читать, на самом деле, я полностью не читал, поэтому подробнее тут надо смотреть. В целом, идея понятна. То есть, то, что у нас паттерны не зависят от входных данных, и всегда одинаково. Лонгформер, например, использует скользящее окно определенного размера. Далее идут публикации, когда уже у нас паттерны зависят от данных, да, и они, идея основная в том, что они обучаются вместе с сеткой, да, то есть, и уже зависят от входных данных. Например, если мы говорим про реформер от Китая и других, то тут используется похожесть на основе хэшей, да, то есть, токенов, и таким образом выбираются, между какими токенами будет считаться attention. Если мы говорим про ротинг-трансформер, то там используется алгоритм k-means для того, чтобы входные токены кластеризовать на кластеры, да, и считать attention только внутри кластера. Ну и также тут ряд других публикаций. Также есть несколько публикаций, которые используют кернелы. Это когда придется вот эта формула attention ванильная, и с помощью перехода к другим кернелам, да, к каким-то функциям хитро меняется вот эта сама формула attention, аппроксимируется, да, и таким образом достигается вот большая эффективность по памяти и по скорости, да, потому что тут у квадрата уже нету. Ну, обычно все эти идеи основаны на том, что сама матрица attention, она имеет маленький ранг, ну, предполагается, что она имеет маленький ранг, да, ее можно аппроксимировать более-меншими матрицами. Например, ну, дальнейный трансформер из просто кернел, он про нее расскажет Данил чуть позже. В общем, в основном такие подходы, да. И есть еще там несколько публикаций, которые уже пытаются использовать рекуррентность. Например, трансформер Excel, он развил, как бы, идею блок-вайс-трансформера и добавил между этими блоками, совершенно отдельными, которые были, добавил еще рекуррентность. Ну, соответственно, довольно логичное продолжение. Так, ну, в целом, далее я передаю слово моему коллеге Семену Сорокину, который расскажет более подробно про лонгформер и про наши эксперименты с ним. Да, коллеги, всем добрый вечер. Сейчас перейдем ближе к теме лонгформера. Прохор, давай следующий слайд. Собственно, да, как уже говорилось ранее, у нас есть полная матрица внимания, когда есть некоторая фиксированная последовательность, 512 токенов, и каждый токен, да, к нему скоро внимание, каждый, между каждой парой токенов, между всеми токенами в последовательности считается у нас внимание. Соответственно, это у нас full attention, и у него сложность N-квадрат. Это вот исходная матрица, которая используется в трансформерах и в биртах. Вот полная матрица в энкодере. Соответственно, что предлагается в статье лонгформера? Предлагается использовать три паттерна для того, чтобы при увеличении длины последовательности нам по памяти не выпадать с ошибкой, для того, чтобы, собственно, у нас модельки убирались в наши GPU-шки и считались достаточно быстро. Первый паттерн – это скользящее окно. То есть вот у нас это под картинкой B представлено. Мы обрабатываем некоторую локальную область, допустим, 512 или 256 токенов, да, и затем передвигаем наше окно и еще раз считаем скорую уже внутри этого окна, и таким образом мы обходим всю последовательность. При этом у нас количество вычислений значительно меньше. То есть, например, как в оригинальной статье лонгформера, они строят две модели, одну на 4 тысячи, другую на 16 тысяч, то есть эти модели могут обрабатывать такой длины документы. Ну и, соответственно, здесь в случае для 4 тысяч BPE у нас было бы, если бы мы использовали полное внимание, там N квадрат и одно потребление памяти, а если мы проходим таким скользящим окном, например, 512, да, как они, собственно, и представили статье, то это значительно меньше вычислений и значительно меньшее количество памяти нужно. Второй паттерн, который проверялся в статье, это тоже скользящее окно, но здесь гипотеза заключалась в том, что когда мы рассчитываем, когда мы используем механизм внимания, может быть, не каждый токен, да, не каждый следующий токен в последовательности нам нужен, и поэтому мы можем использовать, мы можем использовать окно и при этом через один токен пропускать, ну то есть это тоже, опять же, скользящее окно, но оно, опять же, оно имеет тоже, там, например, 512 или 256 ширину, но при этом каждый второй токен у нас пропущен. И третий паттерн, который предлагался и обсуждался в статье, это паттерн совмещения скользящего окна, да, но полного скользящего окна, да, как на картинке B, и совмещение его с глобальным attention, то есть у нас выбирается в последовательности всего несколько токенов, которые каждый, который оттендится ко всей последовательности. Зачем это нужно? Нужно это в первую очередь, если мы используем такие модели для классификации длинных документов, да, то есть мы отправляем документ в longformer, задаем глобальную в качестве токена, у которого будет производиться глобальная attention, например, KLS-метку в начале, и потом с этой KLS-метки мы получаем некоторый вектор, который обладает информацией о всем документе, о всю последовательность, все токены в последовательности мы обрабатывали, вот, значит, таким паттерном, как скользящее окно, да, вот, и за счет этого мы качество поднимаем. Также на следующем слайде, вот, как вы видите, здесь представлены результаты из оригинальной статьи, да, здесь у нас задача маскированного языкового моделирования и производится оценка модели longformer и модели роберта, да, здесь очень интересная, как бы постановка экспериментов была в этой статье, да, значит, взяли модель, взяли роберту, да, с 512 токенами, длина последовательности у нее, оценили ее на задачах, на задачи MLM, да, получили некоторые результаты для двух архитектур на английском языке. Дальше, значит, взяли longformer, инициализировали его с нуля, но при этом longformer, значит, с нуля был инициализирован с размером последовательности в 4096, то есть, как бы количество весов от этого в модели, да, оно практически не меняется, только там добавляются некоторые позиционные, добавляются только позиционные эмбеддинги, да, то есть у нас там их было 512 на там 768, если я не ошибаюсь, а тут у нас будет матрица чуть побольше 4096 на 768. Вот, они инициализировали эту модель с нуля и там оценили ее, значит, на той же последовательности, да, и вот, соответственно, у нас, естественно, когда мы обучаем с нуля модель, то у нас результаты разнятся. Ну, затем, значит, так как архитектура longformer и роберты, она практически идентична, то есть здесь что нужно отметить, что longformer на самом деле там это роберта, да, и практически берд, единственное, что у нас, значит, расширенная матрица эмбеддингов позициональных, и у нас там подложен другой механизм внимания, который работает с длинной последовательностью скользящим окном, да, ну и возможность там есть, конечно, прокидывать глобальные токи, ну, метки о глобальных токенах. Соответственно, мы что можем сделать? Мы можем из роберты скопировать все веса, и при этом там, где у нас были позициональные эмбеддинги, в роберте их 512, а мы в longformer скопируем их 8 раз, да, и, соответственно, получим некоторые притренированные веса, с которых уже можно стартовать. Ну, и дальше мы проводим разные эксперименты с апдейтами, значит, мы дообучаем longformer, и таким образом мы улучшаем качество, да, соответственно, вот они доказали, что как бы для результатов маскированного языкового моделирования там мы longformer дообучаем, и у нас, соответственно, результат лучше. Но если мы тренируем только эмбеддинги позициональные, да, то есть, которые именно и были скопированы, то результат в целом там улучшается, но там менее значительно, чем если мы тренируем сразу всю модель. Можно следующий. Да, ну, естественно, были проведены эксперименты в оригинальной статье на downstream тасках, да, здесь у нас вопрос на ответный датасет и решение кореференции, естественно, longformer тут показывает, значит, выбивает там очередную соту. Можно следующий слайд. Соответственно, исходя из Прохорта, давай сразу все четыре гипотезы, я спасибо. Значит, мы тоже хотели провести эксперименты с longformer, да, и проверить вот гипотезы, которые представлены на слайде. В чем еще как бы плюс, значит, статьи и кода, которые выложены на longformer, в том, что они используют библиотеку Transformers, и по факту в Transformers код для Роберта и код для Аберта – это практически одно и тоже. Поэтому можем не в Роберте подменить, значит, слой с attention, а можем в Берте подменить и таким образом расширить длину последовательности, которую может обрабатывать Берт, да, но только вот с помощью механизма внимания, ну, то есть со скользящим окном. Соответственно, первая гипотеза, которую мы ставили, это достаточно простая, исходит из того, что изначально мы с помощью Берта не можем обрабатывать целый документ, и чаще всего мы бьем его на предложение, и на этих предложениях мы, соответственно, решаем задачу, не развлекаем сущности из предложения. Но это локальный контекст, и вопрос в том, достаточно ли этого локального контекста. Вторая гипотеза – это про то, чтобы сравнить вот этот вот Берт на локальном контексте, то есть Берт, который предсказывает на предложениях, лучше ли он, в том, чем если мы будем просто фиксированным окном бить наш документ на некоторые части, да, например, по 512 токенов. Третья гипотеза заключается в том, лучше ли он формер, чем Берт, который работает на вот этом вот скользящем окне, но без пересечения. То есть мы сам просто готовим таким образом, что мы делим документ на 2-3 части. И четвертая гипотеза – нужно ли притренировать лонгформер, да, нужно ли притренировать вот эти вот скопированные позиционные эмбеддинги перед тем, как фантюнить. Может быть, это даст какой-то положительный результат. Соответственно, для этого мы использовали два датасета. Один наш внутренний – это датасет, связанный с извлечением сущностей судебных актов. Мы извлекаем из судебных актов участников, кредиторов, новых кредиторов и должников. И у каждого из этих, каждый из этих трех типов сущности есть еще подтип, так называемый. Относится ли эта сущность к организации или к персоне. Вот. Соответственно, здесь вот train test split указан. И второй открытый датасет для бенчмарка. Мы в качестве бенчмарка взяли это Collection 5. Это набор документов. Тоже это второй датасет русскоязычный. Он основан на датасете Persons 1000. Здесь тоже у нас сплит без кросс-валидации. И опять же, мы посмотрели, главное, что у нас там порядка 10% документов. Они не влезают просто в 512 BPE токенов. И, соответственно, нам нужно будет, нам нужно решать задачу разбивать документ на предложение или разбивать его на окна или использовать какие-то там более продвинутые модели типа Longformer. Можно заметить, что датасет Collection 5, он такой более плотный. Здесь больше сущностей, несмотря на то, что меньше документов. Ну и давайте перейдем сейчас еще про эксперименты, про постановку задачи в этих экспериментах. Проговорим немножко. Когда мы говорим о извлечении сущностей, то мы используем простую схему тегирования. Это inside-outside. Она обычно себя показывает лучше в качестве. При фантюнинге бертов или бертоподобных моделей. Когда мы считаем span report, то есть мы считаем совпадение спанов сущностей в гауде и в том, что мы предиктим, мы используем intersection over union равный единице. То есть по факту мы считаем F-меру между полным совпадением предиктовых спанов и гаудовых спанов. Ну и здесь лучшие из 10 эпох там при фантюнинге. И что касается маскированного языкового моделирования для дообучения лонгформера, то здесь у нас корпус 10 гигабайт, 3 гпушки, небольшой батч-сайз, аккумуляция градиентов для того, чтобы примерно у нас там на один батч уходило порядка 256 тысяч BPE токенов. То есть это как просто рекомендовано было в Роберте. И теперь соответственно к результатам перейдем. Результаты неоднозначные, можно сказать. Соответственно на первой таблице это у нас датасет Collection 5 и на второй, вторая таблица снизу, это у нас датасет с юридическими документами и извлечением из него участников. Можно заметить, что локальный контекст, то есть когда мы обучаем Берта на предложениях, вот эта первая строчка в обеих таблицах, у нас результаты по F-мере. Давайте в первую очередь смотреть на макро F-меру, как на более честную, скажем, или на более жесткую метрику. Будем смотреть на F-макро-меру и мы видим, что Берт на предложениях проигрывает Берту обученному с помощью окна. То есть мы сэмплируем примеры таким образом, что каждый сэмпл это у нас 512 токенов. И не важно, что у нас документ длиннее, то есть какую-то часть документа мы отправляем в другой сэмпл и при этом нас не интересует, насколько хорошо этот сэмпл, начался ли он с нового предложения или не начался с нового предложения. И дальше мы смотрим на модель лонгформера. Первая модель лонгформера это недообученный лонгформер, когда мы просто копируем веса и несколько раз копируем позиционные эмбеддинги. То есть это лонгформер небольшой на 1024, то есть меньше, чем было представлено в оригинальной статье. И видим, что там на Collection 5 у нас есть небольшой прирост, порядка 6 тысячных в данном случае. Но при этом мы не задумываемся о сэмплировании, а подаем туда полностью документы сразу же и решаем задачу на глобальном контексте. Но еще провели пару экспериментов, связанных с до обучения монгформера. Вот этого подготовили корпус подокументно, то есть один сэмпл это один документ, западили эту всю историю и сделали там до 3000 шагов апдейта, как предлагается у них, собственно, в статье. Вот если мы сделаем только 100 шагов апдейта, то мы видим, что результат как бы не улучшается и в целом даже если мы сделаем 3000 шагов, то результат тоже не превосходит исходный онформер с копированными весами. Единственное, что вот на втором датасете внизу вы видите там после 100 шагов апдейта, здесь у нас метрики значительно поднялись, но это опять же может быть, ну это связано с тем, что во втором датасете у нас валидация поменьше и в целом плотность сущности у нас пониже. Вот и поэтому здесь это скорее там, ну не misprediction, конечно, но значит тоже это, скажем, не очень большая разница в предсказании. Ну и в целом на втором датасете заметно, что лонгформер не выигрывает против верта с оконным сэмплированием, да, то есть глобальный контекст все-таки оказывается более важным, но каким образом получен этот глобальный контекст, да, или мы окном сэмплируем, или мы используем там лонгформер, это для нас уже на этом датасете оказывается не очень важно. Вот, что еще здесь хотелось бы, что еще хотелось бы здесь отметить? Да, пожалуй, наверное, и все, собственно. Вот такие у нас получились результаты экспериментов. Здесь, наверное, да, вот одна вещь, которую я хотел сказать. Оконное сэмплирование, наверное, при работе моделей уже, да, в реальных условиях, оно может негативно повлиять на, значит, в целом на качество системы, потому что у нас сэмплирование, то есть у нас сэмплы, которые могут получиться после того, как мы проходимся окном, они не всегда консистентны и на них модель может отработать хуже. В отличие от лонгформера, который в таких условиях должен работать более стабильно. На этом у меня все. Я передаю слово Даниилу. Спасибо большое за внимание. Всем привет. Я расскажу про линейные трансформеры и другой альтернативный подход к упрощению архитектуры трансформера и увеличению производительности как по времени, так и по памяти. Вернемся к слайду, который показывал Прохор в самом начале, как у нас выглядит традиционный attention и в частности самая популярная, самая популярная версия это scale-to-product attention из статьи attention-to-unit. И, как показывал Прохор, вот эта величина, которая стоит внутри softmax и получается после, имеет квадратичный размер длины последовательности, что является неэффективным. Хочется это улучшить. И вот подходы типа линейного трансформера заключаются в том, что мы пытаемся аппроксимировать эту матрицу некоторой другой, уже более простого вида. И как раз эта архитектура нас привлекла тем, что она очень простая в реализации и идейно. И хотелось посмотреть, что там по качеству и по производительности. То, что в основном, конечно, интересовало нас качество. Смотрите, запишем вот эту формулу для матрицы A attention по координатам. Для каждого и того номера токена последовательности мы можем по координатам в таком виде представить формулу, которая выше. Даже в более общем виде тут не обязательно должен быть softmax. Впечатлится ли какая-то функция similarity, похожести и в знаменателе для нормировки. И дальше проведем некоторые манипуляции с этой формулой. Если мы нашу функцию similarity, похожести, можем разложить в произведение некоторой функции φ от двух, ну от каждого из векторов, да, куитова и кожитова, да, вот, то тогда у нас в числителе, ну вот видно, да, будет тоже произведение статьи в знаменателе. И вот этот член, который выделен цветом, да, φ от куитова, транспонированный, от же не зависит, да. И поскольку у нас и в числителе в знаменателе стоят, ну, произведения там матричные и векторные, да, то мы в силу ассоциативности можем вынести за скобку этот φ от куитова, да, и получается, что вся остальная последовательность, да, ну и включая и ты, член тоже, может быть посчитана, причем вот в этом случае вообще однократно, да, мы считаем по всей последовательности вот эти функции φ от кожитых, да, перемножаем, складываем, и потом останется только домножить на один вид, да, то есть тут у нас уже линейная зависимость, да, как раз за счет того, что мы смогли φ вынести за скобку, да. А функция φ, которая использовалась в статье, в наших экспериментах вот как раз выглядит вот таким образом, да, это вот его известная функция из нейронных сетей плюс один, плюс один, для того, чтобы функция, ну, similarity стала неотрицательной, да, чтобы там некоторые свойства выполнялись, вот, ну, да, можно, наверное, дальше пойти. И, но с другой стороны, да, кажется, что такое выражение, которое вот было ранее показано, слишком тривиально, да, поскольку у нас вот эта сумма и в числитель и знаменателе одинаковы для любого и, да, то есть для всех членов последовательности у нас некоторое константное вот это внимание получается, что не очень хорошо, да, может быть, конечно, от этого есть какой-то выигрыш у нас, все равно какая-то не линейность из-за того, что у нас обделение происходит, да, но все-таки это не то, чего хочется, да, но с другой стороны, можно еще поработать с этой формулой и избавиться от n, а сумму взять по j от единицы до i, да, при этом это все еще работает в самом общем случае, например, в декодере в трансформерах, да, мы тоже смотрим на первые i векторов, да, чтобы произвести там следующее декодирование, да, декодирование следующего токена. Но в данном конкретном случае, да, когда мы упрощаем нашу функцию схожести, да, мы получаем еще более простое выражение, да, вот такое выражение, где вот эти частичные суммы уже зависят от i, соответственно, они разные для каждого номера в последовательности, и причем они считаются кумулятивны, да, это значит, что, чтобы вычислить вот эти изчислительные знаменитые для и плюс первого токена, нам достаточно знать значение для предыдущего токена, плюс вот это обновление добавить, да, которое вычисляется за константу, вот, и градиенты тоже аналогичным образом можно показать, что градиенты тоже будут обновляться эффективно, да, таким образом у нас получается экономия и по времени, и по памяти, вот, теоретически выглядит очень хорошо, да, и интересно было посмотреть и нам, и, ну, и авторам статьи, как это работает на практике, да, но когда мы захотели реализовывать, вот, на значение, мы столкнулись с некоторыми проблемами, да, вот тут, что описано, это все, конечно, хорошо, да, там эффективность доказана и так далее, и работоспособность на некоторых простых задачах у авторов статей, это были, ну, заполнение картинки, там, типа, CIFAR-10 или МНИСТ, да, что не очень сложно, наверное, да, потому что там в качестве алфавита, наверное, какие-то не очень большие, множество брались, и там АСАР, там, наверное, тоже на, там, по буквенно, вот, а вот, скажем, языковое моделирование или вот реальные такие боевые налпи-задачи не тестировались, и вот мы хотели проверить, насколько хорошо в нашем мире, да, вот на наших датасетах боевых справится эта архитектура, да, как она себя проявит. Мы, ну, я потом расскажу, с чем сравнивали, то есть, да, с одной стороны, провести некоторый челлендж от архитектуры, с другой стороны, посмотреть, ну, замерить качество для задач, нет, да, пригодна ли она вообще для этого. И второй, вторая проблема, с которой мы столкнулись, это отсутствие предобученной языковой модели, да, вот если Берт, про который рассказывал Семен, существует обученный, там, в нескольких вариантах, то предобученной языковой модели, тем более на русском языке, с этой архитектурой не было. Мы экспериментировали как с моделем from scratch в задаче NER, так и с обучением языковой модели, и поскольку статья называлась Transformers Linear RNNs, мы и обучали языковую модель как RNN, авторегрессионно, там, с предсказанием следующего слова, в стиле ELMA, если кто-то помнит такую архитектуру, на символьных эмбеддингах, ну, для оптимизации по памяти использовали ленивую загрузку, читали построчно, да, по предложениям, еще один из трюков, это на выходе, мы там предсказывали по слову форму, да, по токену, и чтобы снизить количество параметров, мы использовали адаптивный softmax. Идея в нем такая, что мы вместо того, чтобы выходной вектор из модели, скажем, размера 512, умножать на матрицу размера, допустим, 500 тысяч, где 500 тысяч – это размер словаря, мы делим наш выходной словарь на некоторые корзины. В первой корзине будут находиться наиболее частотные слова по, скажем, по обучающему корпусу, во второй корзине чуть менее частотные, в третьей там еще менее частотные и так далее. Можно задать произвольное количество этих корзин и количество токенов в них. И использовать такое снижение размерности, да, скажем, для первой корзины мы умножаем на матрицу размера 512 на 1000, где 1000 – это количество токенов, которые туда попали. А, скажем, для второй корзины мы наш вектор умножаем на матрицу 512 на 128 и на 120, потом еще на 128 на 10 тысяч, например. Вот такое, это вот как есть в автокодировщиках, некоторые такое, да, в батлнек, так и здесь, ну, в хорошем смысле, да, так и здесь мы вот снижаем количество параметров. Ну, для более редких слов у нас оно продолжает снижаться. Вот такой мы трюк использовали. И обучали на нескольких GPU, там потом будет на следующем слайде еще описано, сколько мы использовали с помощью каторштатинга. Вот, датасет брали, новостной корпус русский, токенизировали через NLTK, просто по слову формы ничего там не удаляли. На выходе брали порог 30 для частотных слов. Так, вот трансформенных слоев брали 2, 4, 6, хотели больше поэксперенцировать, но потом выяснили, что смысла в этом большого нет. Про CNN я уже рассказал, что, как вам было, вот параметры Adaptive Softmax, Catox, это то, что мы обрезаем по некоторым частотам в наши корзины, складываем выходные слова. Оптимизатор Randoms с стандартным Learning Rate, большая часть 32 и вот Tesla, хвостов, 4, 5 и 6, это соответственно для 2, 4 и 6 слоев трансформеров. Вот такие вот параметры мы используем для обучения языковых моделей. И результаты, ну, вот на Collection 5 мы сравнивали между собой, значит, циферка вторая означает, это вот сколько слоев, а нолик и 1,4 гигабайта, это вот From Scratch или с предобучением. Тут можно видеть, давайте тоже смотреть на F-Mark и F-Mero, потому что это самый адекватный параметр для оценки таких моделей. Да, тут Семен, кстати, не сказал, мы сравниваем, я, по-моему, говорил, да, по спанам с Intersection over Union 1.0, да, то есть если даже один какой-то токен мы не предсказали, то нам такое предсказание не засчитывается. И тут видно, что во всех случаях обучение, предобучение помогает, да, но не очень значительно, да, не так, что прям вау. И ожидаемо самые лучшие результаты показывает архитектура самая большая, самая глубокая, да, но тем не менее она не сильно отличается, скажем, от двухуровневого трансформера. И мы попробовали на втором датасете решений судебных по банкротству. Здесь мы еще сравнили с бейслайном, да, с обычной BLSTM-кой на тех же символьных эмбейдингах, два слоя, да, но единственное различие, что она двунаправленная все-таки, а трансформера мы, ну, потому что мы использовали языковую модель, да, обучали ее однонаправленную, да, но кажется, что такое большое преимущество не может быть обусловленным только тем, что BLSTM двунаправленная, да. Ну, тут результаты примерно такие же, да, в целом те же выводы, что там предобучение накидывает немного, хотя не всегда, но есть, да, есть некоторые вопросы, и мы попытались проанализировать такие результаты, да, и сделали несколько выводов, да. Первый – это вот, как я уже сказал, возможно, все-таки, ну, однонаправленность немного снижает качество по сравнению с двунаправленностью, да, потому что все-таки здесь мы или смотрим мы только на предыдущие токены и, не знаю, вот в следующий раз нам предсказывать точку какую-то или букву, или не предсказывать. Вот. Но также еще могут быть, может быть, неудачный выбор архитектуры, да, например, там какие-то параметры, там, скажем, размерность каких-то скрытых слоев, там, дропа, вот и так далее. Да, тут мы не сильно много экспериментировали, да, мы взяли, ну, примерно, как было в статье, там, плюс-минус, ну, может быть, в адами какие-то параметры нужно было настраивать, но мы не делали, просто запустили, посмотрели, да. Так, ну, еще среди причин что может быть? Возможно, функция фи очень простая, да, потому что она для положительных иксов линейная, и фактически у нас там просто произведение поэлементное получается, сейчас, ну, или скалярное. Ну, в любом случае, может быть, не хватает нелинейности какой-то, да, вот Softmax больше нелинейности такой добавляет в трансформерах, а в LSTM-ках, как мы знаем, там есть и сигмоиды, и гиперболический тангенс, вот, возможно, в этом причина, да, это вот наша гипотеза такая, вот, ну, и еще одна, одна из гипотез, это просто, что такое внимание линейное не подходит для задачи мер, да, потому что нам все-таки нужно опираться на контекст, там, с обеих сторон, и, как-то, может быть, нам не обязательно помнить, что было в самом начале, да, и запоминать всю историю, да, возможно, такая архитектура подходит для, там, например, ну, вот, как я говорил, да, для задач, которые авторы исследовали, скажем, там, до заполнения там, изображений или, там, распознавания речи или, там, скажем, графем Туфанем, ну, в общем, задача, где салар не очень большой, да, и действительно достаточно такой линейной памяти, но у наших экспериментов получилось, что эта архитектура себя, ну, никак не проявила, да, так, ну, и вроде кажется, что все, спасибо. Спасибо большое, Нил, Семен, да, и, наверное, можно перейти к вопросам, если у вас есть какие-то вопросы по нашему докладу, то, Валка, извините, а вот у меня вопрос, может быть, я прослушал, а какие вот есть способы с обычным бердом увеличить этот контекст, ну, контекст увеличить или что-то такое подобное? Я не знаю, например, искать похожие предложения или что-то из этого рода. Семен, давай. Ну, здесь, на самом деле, да, можно еще чуть-чуть уточнить вопрос, да, вот, по крайней мере, последний комментарий, да, связанный с искать похожие предложения. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду... Да, пожалуйста. Ну, не знаю, для меня похожие предложения, если там вот мы смотрим на целый стокен берда в несколько предложений, и там нормальное космическое расстояние, ну, которое мы там определим порог, то это похожие предложения. Я ошибаюсь? Нет, нет, я вас понял, а как это связано с самплированием, вот какой момент? Ну, вот, например, я, например, решаю задачу Nero и с длинным контекстом, вот, и я не хочу использовать там лангформеры, потому что они большие, и мне, ну, как-то... Моя задача не позволяет этого, вот, и мне интересны способы, как можно что-то с биртом придумать, чтобы не использовать лангформер. Ну, может, какие-то статии, какие-то эксперименты проводились, чтобы не повторять их. Вот. Первый момент, да, достаточно важный, что вообще лангформер в данной постановке, да, когда лангформер на 1024, он не сильно отличается от берда с точки зрения потребления памяти на инференсе, или с точки зрения памяти, там, просто, ну, с точки зрения памяти при обучении, да, потому что в берте, в данном случае, это базовые берты были на 180 миллионов параметров, при вокабуляре, там, в ВПЕ в 100, там, 112 тысяч, да, а лангформер — это, собственно, тот же берд скопированный, да, единственное, что плюсом к нему еще там семь раз скопированы позиционные эмбеттинги. Итого в лангформере получается там 200 миллионов параметров, да, то есть плюс 20 миллионов параметров, ну, то есть если вы можете применять берта, то как бы в этих же условиях применить лангформер, кажется, это не будет какой-то критичной разницы. Вот это первый момент. Что касается длинного контекста, ну, вот, смотрите, мы попробовали вот оконное сэмплирование, да, не перекрестное, да, то есть мы просто последовательно отрезаем, последовательно рубим документ на какую-то фиксированную длину, и при этом мы не задумываемся о том, заканчивается ли абзац, заканчивается ли предложение, да, заканчивается, ну, то есть словосочетание даже какое-то, да, там, я не знаю, сейчас там какая-то, в общем, часть предложения заканчивается, да. Здесь можно с этой точки зрения просто, если вы подаете берта, просто увеличить, ну, то есть не так рубить, как мы это делали там для экспериментов, а там чуть более умно, то есть рассчитывать, например, длину последовательности и внутри нее искать, где заканчивается предложение, да, и таким образом будете подавать там, ну, больше контекста, он будет более глобальным, но при этом, как бы, ну, содержательно, да, эти сэмплы будут достаточно законченными, и при такой постановке задачи, скорее всего, Берд тоже будет работать достаточно хорошо. Не знаю, я ответил на вопрос или нет. Да, да, спасибо за ответ. Так, коллеги, да, спасибо за вопросы. Еще вопросы есть? Ну, у меня на самом деле есть вопрос. У меня вопрос следующего плана, коллеги, подскажите, просто такой опрос по факту, вот, из тех задач НЕРС, которыми вы сталкивались в практической работе, насколько большое количество из этих задач, ну, требует вообще, скажем так, тяжеловесных моделей по типу берта, потому что есть гипотеза, что порядка 90% всех НЕРС задач на практике, она решается либо что-то типа правил, либо правил и юристики, которые могут быть обучаемы, вот. Соответственно, просто интересно там собрать ваше мнение насчет тех задач, с которыми вы сталкивались. Полезен ли вам вот тот же Берд, Берд с таким большим контекстом, или в целом основные задачки решаются как-то по-другому? Ну, в нашем опыте практически все время Берд дает лучшие результаты, за исключением нескольких проектов, в которых были очень простые сущности, и там можно было применить более простые модели. Вот. Во всех остальных случаях, как ни странно, постоянно можно запускать, да, все модели, но ты как бы видишь проект, видишь сложные сущности, и ты уже знаешь, что тут только Берд покажет лучшие результаты. Действительно, мы проверяли, так и есть. То есть, поэтому в большинстве случаев, так, когда у нас не структурированы документы, сложные сущности с сложным контекстом и большим разнообразием, у нас всегда показывает Берд самые лучшие результаты. Ну, а вот если еще, скажем так, спрашивать у ребят в чате, чтобы поделились опытом, просто очень интересно, да? Да, конечно. Поделитесь еще потом использование Бердов, либо альтернативных моделей полилегких. Ну, у нас просто людей немного сейчас, я не знаю, но... Боря, Боря, Азубарев, ты не занимался нервом? Или вот я вижу Юрий Бабуров, тоже человек по НЛП известный. Можете тоже прокомментировать? Я не особо занимался. Ну, может, кто-то из знакомых занимался, ты знаешь курс. Может, классификацией или какими-то другими задачами. Похоже, да. Ну, по классификации там вообще TF-IDF может хорошо зайти, да? Вот в чате написали, что у меня 50 на 50, берут быстрее, обучаются, тогда мало данных. А потом классическая модель ее догоняет. Интересно. То есть именно Берд схватывает, получается, на небольшом датасете, да, быстро зависимость именно. Кстати, мы на своих экспериментах, когда лонгформеры обучали, тоже видно, что у нас там оба датасета, они у нас достаточно большие по количеству документов, по количеству сущностей в них. Соответственно, скорее всего, там, какие-то более простые модели. Ну, вот вы видели на слайде, там, BLST была, да, с ворту веком. А, ну не с ворту веком, она была там с символьными эмбеддингами предобученными. И она тоже в целом, как бы, на этих датасетах, там, выбила 80 и 7 тысячных. И здесь стоит отметить, что, как бы, в цифрах это очень большая разница, да, получается 80 и 94. Но на самом деле, то есть, этот реп, ну, то есть, у нас метрики считаются, опять же, повторюсь, по спан-репорту, и этот спан-репорт очень, там, на самом деле, это очень жесткая метрика, получается, да. И если бы мы, там, считали, допустим, там, по токену и какой-то репорт, да, по отношению, там, к каждому типу сущности, то, возможно, ну, то есть, невозможно, а 100% этот разрыв, он был бы такой менее значительный, чем то, что вот у нас представлено на слайдах в данном случае. Но другой вопрос, что мы, как бы, измеряем наши модели относительно того, относительно, ну, то есть, мы хотим знать, мы хотим иметь оценку модели, как бы, для реального применения. Поэтому, скажем, вот этот критичный, кажется, критичный разрыв, он на самом деле с точки, ну, то есть, смотря, с какой метрики мы посмотрим на наши модели, то тут, может быть, мы, там, скажем, менее жестко их будем судить, да, эту разницу между бертом и BLSTM-кой с символьными MB. Да, спасибо. Я тоже добавлю по поводу вот этих экспериментов с линейными трансформерами. Действительно, если посмотреть на те же самые метрики, но по токенам, да, то там даже у этих линейных трансформеров, которых 62-63 показывают, у них эфмера по токенам будет около 90, да, макро. Вот. Поэтому, ну, а у там других моделей побольше, да, но 90-94 тоже, вернее, такая большая разница, там 62 и 80, да. Поэтому, ну, действительно, может быть, и в некоторых случаях такие модели тоже можно использовать. Мы, кстати, ставили по неру эксперименты на двух публичных датасетах на CONLL 2003, на ONTO Nodes, по идее. Вот на первом оптимальная электро была, причем если, ну, мы ставили это в рамках активного обучения и в среднем, условно говоря, это в модели качество 87 процентов, ну, эфмера, спан-бейст. У электро она получалась 90, ну, да, где-то под 90, вот. А по ONTO Nodes все то же самое, только вот роль электро играла Роберто. Она так на чуть-чуть превалировала над всеми моделями. Можно вопрос? Вот вы когда, ну, после того, как там поставили бенчмарки и там, может быть, выводите там предикты и то, что имеете, я думаю, что заметны какие-то несущественные, ну, то есть, особенно, когда считается спан-репорт, особенно заметно там наличие каких-то небольших ошибок, да, в датасетах. Да, то есть, там, здесь запятая лишняя выделена, здесь точка, еще что-то. Естественно, модель так, ну, хорошо обучена, особенно с такими там показателями, таких ошибок не делает. Вы после этого, там, производите какие-то операции или оставляете как есть и, там, такого, ну, значит, в этом направлении с точки зрения анализа, ну, то есть, с точки зрения постанализа ошибок вы уже ничего не делаете? Не, честно, постанализ ошибок мы не делали, но у нас цель, как бы, это именно активное обучение в задачках NLP, вот. Но, возможно, вот то, о чем ты говоришь, что как раз какие-то особенности датасета, которые, там, присущи той или иной модели, они как раз и играют ключевую роль. Ну, просто интересно, что, там, допустим, CONLL, вот там есть Роберта, ой, есть Электро, я вот немножко наврал, сейчас посмотрел, 91%, она давала, например, там, ближе уже к десятой итерации, ну, когда где-то 10% датасета у нас доступны, вот. А все остальные модели, это Берт, это Диберта, Роберта, ну, Дистилберт чуть-чуть пониже, потому что он меньше, еще какой-то, вот, не помню, по-моему, Бигберт мы использовали, собственно, и реализации, и они все где-то 88-89% качества, ну, то есть, как бы, все такой кучкой вместе, и там, ну, понятно, по нескольким всегда мы усреднения делаем, вот. А Электро, она так чуть-чуть над ними, возможно, правда, там какие-то особенности датасета в самой модели заложены. Аким, а вот у меня вопрос тоже интересный, вы упомянули Active Learning, да, для своих задач, а вы не в Сберии случайно работаете? В Сберии. А в какой команде? В лаборатории искусственного интеллекта. А, с Артемом, наверное, да? Да, именно с ним. Все, все супер, я думаю, мы к вам зайдем. А, заходите. Да, коллеги, хотелось бы тоже посмотреть, да, на бенчмарке на ваш, если поделитесь. У нас тоже там где-то есть бенчмарков на, как раз, на коне, на OnToNotes тоже можно будет сравнить. Я могу полконлл ЛЛ-у прямо сейчас скинуть в чатик, если вот минутку мне дадите. Да, было бы интересно, но всем. Сейчас. Спасибо. Только вот из графика, который вот сейчас так под рукой есть, здесь немного моделек, честно скажу, здесь только три штуки. Берт Электро Дистилберт. Ну, тоже интересно, мне кажется. Так, коллеги, еще есть какие-то вопросы? Если у кого есть вопросы, не стесняйтесь, задайте ребятам. Да, или может быть у кого-то есть мысли какие-то, что можно дальше по-ресерчить по этой теме. Потому что в целом, кажется, хочется поделиться наблюдениями, потому что, может быть, кто-то провалидировал их, кто занимается активной задачкой НЕР, что вот образно есть сложные сущности с богатым контекстом, да, которые решаются только с помощью задач, там, диплеунинга и на каком-то ощутимом количестве данных, да, там, начиная от сотен примеров. Есть простые сущности, которые ищутся регулярками. Есть простые сущности, которые можно аранжировать МЛ-кой, да, то есть это такой какой-то гибридный подход. Вот в целом, как вы считаете, там, за какими последствиями будущее, или у них просто у каждого там своя область применения, скажем так, и в целом, если мы говорим про какие-то сложные сущности, то туда уже надо строить куда-то, типа в Unsupervised НЕР, типа Кошинансинг, да, чтобы можно было практически без обучения любые сущности в текстах находить. Ну, что-то на эту тему, может быть, тоже кто-то там ресерчил, занимался. Интересно будущее вообще в целом НЕРа, потому что сейчас кажется, что пайплайн стандартный, да, либо вот написал удачное правило, вывел в пром, либо написал правило, подшаманил, либо собираешь гигантский датасет в нужном тебе домене, размечаешь, формализуешь терминовать задачу НЕР, классификации, делаешь пайплайн. Вот образно по языковым моделям, может быть, тоже есть какие-то мысли, скажем так, будем угнаться дальше за объемом и массой этих моделей или вот что-то интересное может произойти. Так, немножко уже пофилософствовать. Это можно, если что, оффлайн еще обсудить в чате. Хорошо. Так, коллеги, если больше вопросов нет, пофилософствовать не забудем в чате. Я думаю, всем большое спасибо, что присоединились. Прокор, там, я скинул. Спасибо большое. Посмотрю. Ну и с Аким, может прокомментировать сейчас график? Да, могу прокомментировать. Я все-таки пока же говорил, еще чуть-чуть обманул всех, что да, вот на Конолейле получалось, что Электро с Бертом они вместе чуть-чуть над другими. Вот. Я говорю, сейчас под рукой нету, который был со всеми модельками. Вот абсолютно там еще моделей пять, они лежали между фиолетовой и, получается, там красной линией. Вот, то есть между, там, в диапазоне от 0.87 до 0.89 практически все модели, о чем я говорю, и Диберта, и Роберта, то есть, ну, те, которые вроде как заявлены как state of the art, они там, Берт, все равно вот на такого рода задачках не перебивают. Это, мне кажется, довольно интересно. Да, однозначно. Познакомимся с результатами. Спасибо большое. Так, ну, да, наверное, всем пожелаю хорошего вечера, хороших выходных. Да, всем спасибо, ребята. Если появятся какие-то вопросы, и Прохор, и ребята, по-моему, присутствуют в чате нашим. Либо, если вы работаете в Сбире, то в Сбире. Ладно, ребят, всем спасибо. Спасибо, Прохор, Семен, Данил. Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно. Пока-пока. Пока.